Папа Франциск Он не был человеком, оторванным от людей. Наоборот, он постоянно выходил к людям. Он путешествовал по всему миру, находя своих людей, разыскивая своих людей, сближаясь с ними. Близость – это одна из характерных черт встречи Бога со своим народом. Иоанн Павел II был близок и к великим и малым. Он был близок всем. Папа Франциск планировал отпраздновать большое мероприятие по этому случаю, которое пришлось отменить из-за пандемии. Вместо этого он отслужил скромную мессу, в которой участвовал польский кардинал Конрад Краевский. Анджела Гугель, личный помощник польского папы, также был там. Он сопровождал его на протяжении всего понтификата. Святую мессу сопровождал хор Монахинь. Был исполнен гимн Всемирного дня молодежи, ведь эту традицию начал именно Иоанн Павел II. Была также сыграна польская версия «Иисус, идя берегом моря». Польский святой говорил, что именно эта песня звучала в его сердце, когда он был избран папой в Сикстинской капелле. 18 мая исполнилось 100 лет со дня рождения Иоанна Павла II. По этому случаю Бенедикт XVI направил письмо кардиналу Станиславу Цзевишу. В нем он предлагает ключ к пониманию понтификата своего предшественника. В письме «Папа на покое» говорит о том, как избрание польского папы всколыхнуло и пробудило всю церковь, как оно стало инъекцией энтузиазма для церкви в кризисе. Он также подчеркивает внутреннее единство между посланием Иоанна Павла II и фундаментальными намерениями папы Франциско. И это лишний раз доказывает, что тот не был моралистом, как некоторые люди пытались изобразить его. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова